МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в субботу в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Добро побеждает всё. Вот вы для нас в этой работе пример. Волонтёры республики отмечают свой профессиональный праздник, как они делают добрые дела, не по-своему, не перед какими трудностями, расскажет Ромей Шайдолин. Домашние пельмени и козылык. Хорошего качества товар и очень хорошие продукты. Что ещё привезли на ярмарку фермеры из Пасково и Новошашминского района увидела Юлия Гоголева. Защита Родины и защита от пандемии. Метод МПЦР проводится в районах. То есть двойное тестирование. Как в Сатарстане проходит призывная кампания, увидел Дмитрий Аринин. Олимпийский визит. Мы активные люди, мы пытаемся что-то для своей страны, как и раньше, сделать пользу и повлиять на развитие. Как мировые чемпионы оценили спортивную подготовку Зеленодольского района? Подробности у Натальи Мезиной. Начнём с крупнейшей аварии на теплосетях в Елабуге. По последней информации, в котельные города запустили один котёл. На 8 часов вечера тепло не поступало лишь в дома 4-го микрорайона Елабуги. 9 районов подключили к отоплению. Напомним, сегодня в 2 часа здесь из-за порыва теплотрассы без отопления остались 50 тысяч елабужан. К работе были привлечены 51 человека и 15 единиц техники. Ориентировочно запустить подачу тепла в оставшиеся дома планируют к 10 часам вечера. Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков поручил прокурору Елабуги провести проверку по факту коммунальной аварии. Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных организаций в части надлежащего содержания, обслуживания и ремонта коммунальных сетей. А также проконтролирует действия местных властей в условиях чрезвычайного происшествия, в том числе оперативную ликвидацию последствий аварии и обеспечение населения всем необходимым. Тем временем МЧС предупреждает, на территории Татарстана установилась аномально холодная погода. Температура воздуха на 9-16 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах республики сегодня температура опустится до минус 28 градусов. Татарстанцев убедительно просят не оставлять детей на улице без присмотра. При гололеде лучше использовать нескользящую обувь, избегать переохлаждения и не оставлять без внимания включенные электроприборы. Новый год – новые условия празднования. Рустам Мениханов сегодня поручил организовать уличные площадки для проведения массовых мероприятий. На субботнем совещании президент Татарстана отметил, сложная ситуация с коронавирусом заставила вести ряд ограничений на мероприятия в закрытых помещениях. Поэтому нужно активизировать работу на открытом воздухе. Следует оборудоваться новогодние елочные городки, площадки для занятия спортом и парковых представлений. Нам надо активизировать работу в открытом пространстве. А в части работы наших новогодних площадок на открытом пространстве, там у нас возможностей больше. Поэтому обратить внимание, использовать вот такую возможность для людей. Мы должны обеспечить работу системы гостеприимства, работу вот этих открытых новогодних площадок, мероприятий. Спортивные, культурные, все что угодно. Чем толпиться там в закрытых помещениях, значит, вот свежий воздух. Будем использовать эти возможности. Но для этого надо и мероприятия продумать, и площадки подготовить. Вот мы уже говорили, что все эти площадки с 12 числа были готовы. В год пандемии особая роль у волонтеров. В их рядах сейчас в Татарстане 63 тысячи человек. Это один из самых больших отрядов по России. Сегодня в стране день добровольца. По этому поводу Рустам Миниханов в Кремле принимал тех, кто всегда готов прийти на помощь. Волонтерам он вручил памятные медали от имени президента России и благодарности президента республики. О тех, кто делает добро, Рамиша Айтулин. Те редкие минуты, когда не они помогают другим, а получают заслуженные награды, в Белом зале Кремля сегодня те, кто всегда приходят на помощь. Волонтеры республики. Мы тоже иногда волонтеры, но не такие уж успешные, как вы, но тоже пытаемся где-то быть полезным на самом деле. Вот вы для нас в этой работе премьер. В Международный день добровольца они на встрече с президентом Татарстана. Рустам Миниханов отмечает их особую роль в пандемию. Все это время именно волонтеры в рамках всероссийской акции «Мы вместе» доставляют продукты и лекарства. Вся моя семья помогала малообеспеченным людям. Развозили вместе с сыном и с мужем доставку продуктов и медикам. Дополнительный функционал – это доставка лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19. Казань Волонтирс. За такую важную добровольную помощь волонтерам благодарности и медали. Вот так выглядит признание самого высокого уровня. Медаль от имени президента России. Ее вручают живущим рядом с нами людям за ту доброту, которую они делают от чистого сердца. Волонтеры-медики. Амар Хусейн – тот, про кого, можно сказать, живет ради других. Уроженец Ирака, пять лет в Казани, в пик пандемии. Студент-медик помогал врачам в COVID-госпиталях, не переставая отвечать на один и тот же вопрос. Было ли тебе страшно участвовать все в красной зоне, работать во время пандемии? Нет, для меня было страшно, когда я сижу дома, а я знаю, где-нибудь нужна помощь. Таких, как он в республике, почти 63 тысячи. Самый большой отряд в армии волонтеров страны. Мы все получаем удовольствие от этого. Мы не просто так, сказать, делаем это. Мы видим, что мы помогли человеку, и мы видим, что этот человек радуется этому. Если говорить о том человеке, который только вступал в добровольчество, и который стоит сейчас перед вами, это два абсолютно разных человека. Оно помогло мне полюбить людей. Любить людей и всегда приходить на помощь своему кредо волонтеры не изменят и сегодня. Из Кремля они снова отправляются на доставку лекарств. В каждом городе и райцентре республики добровольцев всегда ждут люди. Амель Шайдулин, Рина Цафин, ТНВ, Казань. Заболевших и умерших от COVID с каждым днем все больше. В Татарстане сегодня подтверждено еще три случая смерти. Это 74, 70 и 51-летние женщины. За сутки зафиксировано еще 88 новых случаев COVID. 16 человек госпитализированы. Самое большое число заболевших в Казани – это 52 человека. В набережных Челнах – 11. В России же сегодня вновь антирекорд. За последние сутки выявлено почти 29 тысяч инфицированных. Причем каждый пятый не имел клинических проявлений болезни. Вновь самые высокие цифры дает Москва. В столице около 8 тысяч новых случаев. В Санкт-Петербурге – 3726. В Нижегородской области – 495. В Чувашии – 128 человек. В Саратовской области – 258. У соседей в Башкортостане – 142 заболевших. В Мариэл – 50 новых случаев. В особых условиях в этом году идет и осенний призыв. Новобранцев дважды проверяют на COVID. И есть те, кому службу пришлось временно отложить. А те, кто полностью здоров и готов защищать рубежи страны, отправились в воинские части. Призывная кампания в Татарстане перевалила за свой экватор. Из 3000 новобранцев призвано уже около 2000 ребят. Сегодня более 300 призывников поехали армейским эшелоном на Дальний Восток. Провожал их и Дмитрий Аринин. Определили меня в Уссурийск. Служить не боюсь. Может на танке покататься там. Призывники из набережных Челнов Ранец, Зиганшин и Данил Хаматов готовятся к службе и предвкушении от Дальнего Востока. Правда, земляки будут служить в разных городах и войсках. Один танкистом в честь, другой мотострелком в Уссурийске. Уссурийск. Уссурийского тигра, может, увижу. Разницы не имеет, где служить. Главное, служить хорошо, качественно и вернуться домой уже с честью и выполнено долго. Всего со сборного пункта республики сегодня на Дальний Восток провожали более 300 призывников из разных городов и районов Татарстана. К традиционному армейскому обмундированию в этом году добавились медицинские маски. В распорядок вошли антиковидные требования Роспотребнадзора. В напутствиях тоже призывают беречь родину и, в первую очередь, свое здоровье. Вроде и войны никакой нет, а люди уходят от нас. Вот какая болезнь. И болимся мы всей страной. Все татарстанские призывники дважды проходят тестирование на коронавирус в своих муниципалитетах и на республиканском сборном пункте. Десять человек мы выявили в районах. Они сюда даже не приехали. И один человек здесь был выявлен. Через две недели проверим. Если все нормально, будет служить. Если нет, значит, тогда отложим на весну. Осенняя призывная кампания в Атарстане проходит в штатном режиме. Из запланированных 3000 призывников около 2000 уже отправились в воинские части. Если выясняется, какие-то ситуации, они тоже принимают определенные меры. Но вот за осенний призыв пока никаких таких замечаний не было. Призывная кампания продлится до 31 декабря. По традиции делегации республики поистят воинские части и проверят, как наши ребята разместились на местах службы. Дмитрий Айрин, Алмаз, Зееддинов, ТНВ, Казань. Морозы этим утром не помешали торговле на сельскохозяйственных ярмарках в крупных городах республики. В тренде сейчас гуси, домашние пельмени, козлык и валенки. Это традиционный предновогодний набор. Что выбирают казанцы и что они хотят купить на ближайших ярмарках, сегодня спрашивали премьер-министр Татарстана Алексей Писошин и председатель госсовета Фарид Мухаммедшин. Они побывали на двух разных площадках в Новосавиновском и авиастроительном районах. От мороза на ярмарки и артисты впустились в пляс. Ранним утром, когда только сюда приехали, на улице было минус 20. Товар на эту площадку на Ямашево привезли 150 машин. В ассортименте гуси и утки к новогоднему столу, свежее молоко, яйца и рыба. Хорошего качества товар и очень хорошие продукты. Цены нормальные тут. Можно кое-что купить, все равно. Замаливаю, замаливаю. Не было и 9 утра, как среди покупателей появился Фарид Мухаммедшин. Оделся по погоде. Несмотря на мороз, на ярмарке ажиотаж. Говядину привезли, две туши привезли. Вот аллашка чуть-чуть осталась. Фариду Мухаммедшину рассказывают, местные овощи тоже на расхват. Только теперь картошку и морковь приходится укрывать. Хорошо берут овощи. Капуста особенно. Нашу норманку любят. Морковь очень сочная. Свекла сочная. Вот именно за ней только приходят. В сельхоз ярмарке в Татарстане добрая традиция. Система четко отлажена, говорит председатель госсовета. Выбор богатый. Люди благодарят и говорят, к Новому году можно практически все виды мяса купить. И птицы, и животноводческую продукцию. На соседние берега. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня тоже побывал на ярмарках. В авиастроительном и Кировском районах Казани. В последний раз в 2020 году торговля здесь должна пройти 26 декабря. Но Алексей Песошин предложил перенести его на следующий день, в воскресенье. Ведь в субботу объявлено рабочий. Еще одно предложение от казанцев продлить ярмарки после Нового года. Министр сельского хозяйства вопрос обещал проработать. У нас есть шатровые ярмарки, которые работают каждый день практически. Там у нас доступ всем живающим фермерам открыт. В любое время, в любой день, хоть в выходные. Они у нас работают всегда. А пока ярмарки на улице из районов везут самый теплый товар. Особым спросом сегодня на ярмарки пользовалась продукция из войлока. Предприниматели из Верхнеуслонского района привезли вот такие замечательные. Чуни, валенки и даже дамские шляпки. Я делаю все своими руками из шерсти и мериноса. На шляпке у меня идет австралийский меринос, а чуни и валенки мы делаем из российского мериноса. С начала года на таких ярмарках в Челнах, Нижнекамске, Казани и близлежащих поселках Новая Тура и Осинова жители купили тысячи тонн мяса, чуть меньше, 705 тонн сахарного песка, 230 тонн молока и больше 20 тысяч тонн овощей. И только по Казани доход от реализации продукции составил почти полмиллиарда рублей. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаммедов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Кафедральный собор Старообрядческой Церкви в Казани после реставрации предстанет в обновленном виде. Сегодня в нашу столицу прибыл митрополит Русской Православной Старообрядческой Церкви в России Корнилий. Вместе с Рустамом Менихановым они оценили ход работы, открыли музей истории старообрядчества. Рамиль Шайдулин с подробностями. Очень рады вас в очередной раз приветствовать. Этого момента ждали три года. Собор практически готов к открытию. Рустам Мениханов вместе с митрополитом Корнилием отсматривают обновленный храм Казанской Вятской Епархии Православной Старообрядческой Церкви. Здесь поменялись системы отопления, водоснабжения, пожаротушения, установили сигнализацию и видеонаблюдение. Осталась роспись. Сейчас иконы еще пытаемся записать. А так все записывали. Слушай, иконы записали мне, Алексей. Да, алтарь. Это и есть алтарь. Это и есть алтарь. Кроме этого, скоро в соборе появятся четыре новые входные группы. Мастера благоустроят и двор. Подрядчик сегодня показывает, как это будет выглядеть. Давай работай с городом, архитектурно, чтобы все согласовывать с митрополитом. Ну, я благословил этот человек, который профессионально занимается... А здесь уже все готово. При соборе сегодня открылся музей Старообрядческой Церкви. Внутри старопечатные книги, раритеты. Знак, который при Петре Первом давали те, которые сбрили бороды. В музее хранятся фотографии и документы, связанные с историей Старообрядчества в России. Причина раскола ученого, директорская причина была в изменениях патриархом Никоном, в нововведениях. В работах по восстановлению исторического здания республика принимала активное участие, были привлечены средства на ремонтные работы. Рамиль Шайдулин, Марад Хусайинов, ТНВ, Казань. Следующий 2021 год для татар всего мира могут объявить годом единства татарской нации. С таким предложением сегодня выступил Всемирный конгресс татар. В Казани прошло итоговое заседание Милишура. В нем приняли участие больше 300 представителей татар со всех регионов страны. Из-за пандемии в режиме онлайн. Говорят и о принятой стратегии развития, предстоящей переписи и о создании экспертного центра. О главном в татарском мире Рамиль Калиули. В Казани Милишура, поведя связи татары со всех уголков страны. Все вместе подводят итоги 2020-го и говорят о планах на 2021-й. Главное событие уходящего года – принятие стратегии развития татарского народа. Этот документ еще два года назад поручил разработать Рустам Миниханов. Его приняли в августе. А вместе с ним определили основные направления по сохранению национальной культуры, традиций, а самое главное – языка. Мы сегодня обращаемся к каждому руководителю. Важно найти на местах возможность реализации стратегии. Где бы мы ни были – на Сахалине, Комсомольске, на Амуре, в Таллине, Риге, в Америке – важно донести ее смыслы до каждой татарской семьи. Один из волнующих вопросов – сохранение вдали от родины культуры и обычаев. Проблемы есть, говорят участники из регионов. В первую очередь – это как научить молодежь ценить и уважать традиции своего народа. Второе – заинтересовать и оставить в регионах перспективные национальные кадры. Чтобы решить эти вопросы, сегодня предложили создать специальный экспертный центр. Для этого, конечно, экспертную площадку тоже создавать надо. Надо находить хорошие рабочие места для молодежи. Сейчас современная система образования так построена, что интеллектуальные силы высасываются в основные российские центры образовательные. И мы можем потерять наши мозги. Еще один вопрос на повестке Нового года – предстоящая перепись населения. И здесь, по словам руководителя исполкома Всемирного конгресса, важно дойти до каждого региона, где проживают татары. Это выезд и мобильных групп, и творческих коллективов, и членов Национального совета Всемирного конгресса татар. Это целый класс работы, который будет именно точечно работать по регионам с компактным проживанием татар. Напомним, что следующий год в Татарстане по решению Рустама Миниханова станет годом родных языков и народного единства. Участники Милюшура предложили объявить 21-й для татар всего мира годом единства татарской нации. Были разные предложения. Вариантов, как назвать год, много. Все эти предложения мы донесем до руководства республики. Но я хочу отметить, как бы этот год для татар всего мира мы не назвали, наша задача – объединить. Слова «объединить», «сохранить» и «развивать» звучали сегодня со всех регионов страны. Конгресс планирует создать 40 фильмов о жизни татар, чтобы наглядно показать. Татары – это одна большая семья с богатой историей и традициями. Рамиль Галюлин, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Олимпийские легенды заглянули в Татарстан. Сегодня в Зеленодольском районе в формате «Вопрос-ответ» многократные чемпионы мира пообщались с юными спортсменами, а также обсудили проблемы, которые порой мешают преодолеть детям олимпийскую планку. По федеральной программе «Спорт. Норма жизни» в районе в этом году сданы три объекта. Как меняются условия для тренировок, увидела Наталья Мезина. Никакой совет не может создать человеку. Тот момент, когда между поколениями нет преград. В привычной спортивной обстановке олимпийские легенды дают советы юным спортсменам. Многократные чемпионы Людмила Титова, Галина Горохова, Денис Капустин – они были и остаются кумирами молодежи. Мы для этого ездим, для того, чтобы была связь поколений. Для того, чтобы мы знали, чем они живут, они знали, что представляла наша страна. В Зеленодольском центре детского творчества звучат сегодня и острые вопросы. Тренер по конькобежному спорту Татьяна Доронина сетует. В городе вот уже 16 лет не заливает каток для конькобежцев. Спортсмены вынуждены ездить за свой счет тренироваться в Казань. Олимпийцы обещали помочь в решении проблемы. Надо устранить те моменты, которые озвучил тренер. Они потому что из глубины знают то, что нужно улучшить. Сделать активный образ жизни части воспитания, а также обеспечить спортсменов доступной инфраструктурой – все это приоритеты федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Сейчас по программе уже построены универсальные спорткомплексы Васильева и Осинова, а в Зеленодольске появился новый футбольный манеж. А это самая свежая спортивная новинка Зеленодольского района. Крытый футбольный манеж открыли две недели назад. Всего за полгода строителям удалось создать качественную спортивную площадку для того, чтобы дети смогли заниматься футболом круглый год. Сейчас в Зеленодольском районе почти 5000 юных спортсменов. Большинство показывает достойные результаты на республиканском и российском уровнях. Я тоже мечтаю стать чемпионкой. Успехов больше добиться, чем сейчас. На России занять первое место. Это новая витрина, посвященная зеленодольцам, участникам войны, спортсменам. И равняться есть на кого. С местными спортивными легендами познакомили олимпийскую делегацию. На Зеленодольском пьедестале футболист Виктор Колотов, лыжники Андрей Ларьков и Анастасия Доценко. Для их преемников создают и условия. За этот год в Татарстане открыты две сотни спортивных объектов. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. На сцене оперного премьера «Узгаря жиле» дарит на мюзикл Эльмира Низамова «Алтын Казан». В этом году фестиваль проходит в новом формате. Если раньше это сцены и молодые исполнители с авторскими аранжировками, в этом музыкально-театральный шоу. «Алтын Казан» – первый в истории мюзикл на татарском языке и первый, поставленный на сцене оперного. Уже завтра он будет представлен президенту Рустаму Мениханову. К слову, именно по его инициативе был создан проект «Узгаря жиле». Одно из первых увидела постановку Олега Рудинова. Конец ноября, начало декабря, и все мы традиционно ждем фестиваль «Узгаря жиле». В этом году абсолютно новый формат. Нет пестрящих афиш с именами новых восходящих звезд. Есть мюзикл, который долго ждали. «Алтын Казан», что в переводе – «Золотой казан» – композитора Эльмира Низамова, написанный некогда как дипломная работа сегодня на сцене оперного. Мюзикл «Признание в любви» композитора Эльмира Низамова – «Казани». На сцене 50 артистов. Многие победители и финалисты проекта «Узгаря жиле». Первый вариант мюзикла «Алтын Казан» был написан еще 10 лет назад. Финальный этап работы совпал с пандемией. Онлайн-прослушивание через скайп, волнение и творческие споры с режиссером, подбор артистов. Везде искали компромисс. «Когда мы все сидели по домам, и меня это спасло. Меня это спасло от уныния. Кто-то сказал из мудрых, что работа – это лучшее лекарство депрессии». Спектакли заняты и артисты московского балета «Стрит-джаз». Сам мюзикл исполняется на татарском языке и сопровождается субтитрами. Сложности есть чисто физические, да, что приходится очень много двигаться и одновременно петь. Много переодеваний, они все мгновенные. Нужно все держать в голове, потому что очень большой объем информации, но это большое счастье. Либретто к спектаклю – творение народного поэта республики Рената Хариса, а режиссер – Михаил Панджавидзе. Он уже 15 лет как казанец. За его плечами постановки опер «Любовь поэту», «Мадам Баттерфляй», «Регалетта», «Царская невеста» и другие. Говорит, что этот мюзикл – синтез разных жанров и стилей, как и сама Казань – сплав разных культур и национальностей. Мой девиз в процессе работы этого спектакля. Поэтому я, так сказать, верю в Казань, и поэтому я и взял составить за этот спектакль. Ковидный год изменил и направление ветроперемен. Зрители увидели новый формат проекта «Узгарежжиле», созданный по инициативе президента Рустама Миниханова, в этом году встретил свой первый пятилетний юбилей. Алья Харудинов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сельчеремшана Марсель Галяудинов устал искать технику для обработки земли и в этом году сам собрал универсальный трактор. Самодельная техника получилась малогабаритная, но намного мощнее, чем заводская. Этот репортаж мы успели снять до первого снега. Трактор умельца оценила и Фирюза Хамедулина. Раму я сделал из строительного материала, швеллер. Затем на эту раму сварил небольшую кабину, поставил гидроусилитель руля и все, что необходимо для крепления фирзы и сенокосилки. Такой универсальный трактор Марсель Галяудинов собрал из старого УАЗика. УАЗик, запчасти доступные. На металлобазе сперва я купил УАЗик целиком. Он списанный, конечно, был. Мы его разобрали и на швеллер, строительный материал на швеллер, мы его раму сперва из швеллера сделали. Ну что, Могучий, поработаем? Собрать малогабаритный, но мощный трактор для хозяйства Марсель мечтал еще давно. На задумку, что больше года, собрать меньше полугода. Трактор мечты назвал Могучий. Этот трактор мы собрали от души, ну и работаем для души, конечно, на нем. Кабина трактора небольшая, но все необходимое тут есть. Руль, электрооборудование, панель приборов, все от УАЗика. Трактор получился надежный и маневренный. Без остановки может проехать все 300 километров, говорит хозяин. Чтобы собрать технику мечты, объединились и соседи, и родные. Посоветовались, как можно делать, как лучше получается, как крепче получается этот трактор. Не только собрать, а с ним надо еще работать. Тех, кто из УАЗика смог собрать такой трактор, в России нет, уверен конструктор. Теперь посмотреть на его изобретение. Приезжают из соседних регионов. Приезжают из Самарской области, из-под Челнов приезжали, недавно только же. Интересуются. И не только молодые, и уже совсем взрослые, да, предпенсионные возраста вот есть. Ну, которые, наверное, мотолоком тоже надоело. Теперь Галиудиновы мечтают получить патент на конструкцию. В планах собрать еще один трактор. В два раза мощнее, но меньше по габаритам. Фильзаха Медулина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. Кастинг среди хвостатых и лохматых. В Челненском театре мастеровые прошли пробы на роль Шарика в спектакле «Собачье сердце». В начале ноября мы рассказывали, что прежняя исполнительница роли дворняжка Чага по семейным обстоятельствам переехала в другой город. Сама пьеса с успехом идет в театре третий год, и с репертуара ее снимать не собираются. Поэтому и решили найти новую собаку. Как проходили пробы, и много ли желающих откликнулись на кастинг? Подробности в репортаже наших корреспондентов. Они совершенно разные и по возрасту, и по цвету шерсти. Но хозяева убеждены, их питомец и есть тот самый идеальный шарик. Мальчик очень активный, красивый. Я думаю, что достоин того, чтобы работать на сцене. Собака воспитанная, дрессированная. Просто попробоваться. Вдруг повезет. На первые в Челны собачьи пробы в театр мастеровые приехали пять четвероногих артистов. Каждый по очереди побывал в этом прозрачном кубе. В нем во время спектакля животному придется провести 10 минут. Всего же на сцену шарику придется выходить пять раз. Здесь вводилась специально сразу стрессовая ситуация. То есть это катание в кубике. Вот включался звук, свет, аплодисменты, голос за кадром. Прежняя исполнительница роли шарика, дворняга Чага, была в своем роде единственной и неповторимой. Но на этот раз у Шарика будет дублер. История с Чагой нас немножко научила тому, что что-то может переехать, заболеть животное, может сорваться спектакль. Поэтому, чтобы не рисковать и не лишать зрителей спектакля, у нас будут играть несколько собак. Главные судьи на этом лохматом кастинге актеры, участвующие в собачьем сердце. Выбирают и глазами, и всей душой. Собаки, слава богу, все здоровые и веселые. Поэтому, не знаю, это очень сложно будет. Но фавориты уже есть. Рада и Алан. Хорошо, со всеми взаимодействовал. Работал, лежал, когда надо было. С игрушкой также спокойно. Команду голос делал. Пробы продолжаются, но время, когда выйдет первый спектакль с новым шариком, известно. Звездный час лохматого артиста наступит уже в январе. Юлия Гоглева, Виктория Новожилова, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде поговорим через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните. 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода. В Угульме, Баблахо и Ознакаево ожидается пасмурный день. Без осадков. Днем минус 13. В набережных Челнах, Нижнекамске и Элабуге солнце совсем не будет видно. Днем до минус 12. Морозная погода сохраняется в Агрызи, Менделеевске и Актаныши. Ветер слабый. Осадков ожидать не приходится. Минус 12-13 градусов в нем. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно. Снег не прогнозируется. Днем до минус 13. Аналогичная картина в Болгаре, Дрожженом и Буинске. Сухо и морозно. Минус 11-13 градусов. В Альметьевске чисто полимомодыши, также без осадков. Будет довольно холодно до минус 14. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Не уже удаляли грыжу позвоночника? Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Рост» позвоночник лечат роботы без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Запишитесь на прием в «Доктор Рост» за полцены. В Казани небо будет затянуто облаками, без осадков. Ночью около минус 14. Днем 12 мороза. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление 772 миллиметра штутного столба. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова